Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, с вами God Hunt и с вами StarLadder TV. И мы начинаем смотреть... Сиди там вообще. И мы начинаем смотреть очередной матч квалификации на The International 2014 в рамках Юго-Восточно-Азиатского региона. И у нас, как обычно, проблема. У нас, как обычно, ни черта не загружается. Мы можем найти сервер. Сервер? Где же ты? Если ты нас слышишь, набери. Набери. Отправьте смс 4242, если вы видели сервер последний раз в вашем районе. Ну, действительно, должны у нас, по идее, играть ребята из Минески и Мид Страст. Помимо этих коллективов еще у нас есть Оранж, претенденты на два слота, три команды, да. И вот, собственно, как команды шли у нас по турниру. Мид Страст 6-4 Минески, там 5-4. Ну, 6-4 это потому, что только что играли Мид и Оранж, и Оранж проиграли. Да, так-то было 5-4, 5-4, 5-4. У трех коллективов с одинаковым количеством побед, поражений, естественно, они закончили. По другому причине они бы не играли, в принципе. Да? Да. Сейчас и чёточки, и чёточки так перекидывать. У тебя не чёточки, у тебя микрофон. Все для тебя. Да, ладно, друзья, пытаемся мы загрузиться в очередной раз. Тут просто жутко жарко, не обращайте на меня внимания. Почему Минески Минески? Виктор вообще сидел только что в майке, такой алкашке, белая заляпанная, с рыбой, пивом. А до сих пор тут, ну, познакомитесь. Да, ну мы нашли сервер, но сразу все отвалились. Потеряли игрока одного, пока сервер искали. Судя по всему, он и искал. Отправился искать сервер? Да, я не знаю, кого там не хватает, но кто-то из них. Там, походу, за рехостали лобби. Да, так и есть. Джоин, джоин, быстро. Ну вот, собственно, команды на ваших экранах. ТНК, Лейкл, Сабба, Кут и Бомбел. Это у Мифт Траст такой коллектив. И Джейн, Ма, Оуа, Джесси Ваш и Джио. Это Минески. Ты как будто заклинание какое-то читаешь. Я думал, сейчас фаербонка стану. Пока вот эти все никнеймы перечитывал. Ну что ж, Мифт Траст только что в такой отчаянной борьбе победили Орэндж. Я бы сказал, Иисус, он же Лейкл, да, там победил. Только что команду Орэндж в соло на Боннике. Ну а кто им доктор? Там война была не на жизнь, а на трон. Да, именно так. Ну и вот средняя статистика. Ластхитов у Минески. 632 ластхит, средний. Ты понял? 47 матчей, 632 ластхит. Я так понимаю, что 600 это примерно у Керри, а 32 это на суппортах и у Мидера примерно. А, 06, ты кто? Курьер добивает? С Радианцем. С Радианцем. Так, ну мы-то все в лобби, не хватает нам, естественно, английских комментаторов. Скотами, наверное, забавляются. Да, да, видимо, так и есть. Ну и я думаю, пора стартовать, нафиг они нам нужны, правильно? Одну игру они уже провтыкали благополучно, вторую... Одну больше, одну меньше. Одну провтыкали, вторую просто так провтыкали. По приколу. Почему мы зашли в лобби? Просто. Просто. Так, да, ну и мы, собственно... Собственно, ждем. Это Best of 1 серия. Вот мы видим, у нас уже счет на табло. Да, показан? Братите внимание на табло. На табло. На его табло. На мое табло не надо обращать внимания. Епыр еще тот. А, ну и где же... Сейчас все для тебя. Смотри, нет, Стас Михайлов. Я думаю, что он может заменять его на некоторых концертах. У тебя только усы как... Кончите нарисы. Не надо еще что-то, знаешь, пучок волос так воткнуть, так... Да это приклеим, это не вопрос. Изи, изи. Я думаю, мы сейчас пойдем уже с кого-то... Снимем скальп. Барен! Да, ну поехали, поехали. Сколько можно ждать? Сейчас такой Якубович. Пучок волос в студию! Да, ну... Я не знаю, почему наши админы не хотят... Они стартуют игры, когда нас нет в лобе, понимаешь? Мы сейчас в лобе, они ждут, когда мы выйдем. Вот сейчас... Нет, нет, сейчас. Го-драка. Вот, ливни на секунду, сейчас сразу старт. Давай, забьемся, давай. Три, два, один. Нет, ну и хопа, я то сейчас... Начнут на меня наезжать, чтобы, видите ли, я тут... Игру провтыкал. Вы на нас внимания не обращайте, нас плавит. Вот, в прямом смысле слова, тут очень жарко. Во-первых, очень жарко, во-вторых, мы тут с шести утра. Я вообще не знаю, какой сегодня день, число, год. То, что квалификации я вижу, и вообще какие матчи, только вот тут на табло, где-то на сайте. Я вообще не осознаю уже, какие матчи у нас идут. Я по твоему таблу вижу, что мы здесь... Так, ну и гоу, наверное. Гоу-драка. Я сейчас... Обожаю этих админов. Гуглят, что такое драка. Знаешь, что мы ждали? Посмотри, кто сидит в неопределившихся. Тот самый. Тот самый вьетнамский хуйюн. Ага. Смотри, смотри. Опа! И куда он делся? На Брилли. Ты думаешь? Ну, ты его видишь здесь? Или это мы с дабл каста его убрали просто? Меня заметили. Смотри, мне нравится. В лобби написано. Гоу. Гоу. Админы. Гоу-гоу. И реплика админа. Гоу. Может, сыграем? Да, типа, может, сыграем? Действительно, ребят. Ну, давайте там как-то... Пособеритесь. Виноватых нашли. Ага. Играйте слоупоки. Такие тормоза. Так, ну и действительно уже готовится у нас к старту игра. Надеюсь, все загрузятся. Так. 11 из 13. Давай, давай. Кто не загрузится, тот хуйюн. Хуйюн уже не загрузился. Так вот это он тоже будет, след за ним пойдет. Есть! Победа. Все, пикованы, друзья. Поехали, посмотрим. Пики и баны. Да. Плохие пики. Ужасные. Ужасные. Ну и что? Как ты думаешь, будет еще одна терпа-дотка? Или все-таки... Кстить, кажется. Свет, свет, свет. Так, ладно. Да нет, главное, чтобы она была активной. У нас с тобой была игра там что-то за 40 минут 100 с лишним киллов. Нет, там был вообще лютый махач. Пофиг она терпильная или нет? Знаете, гоныши и месились. Там был действительно лютый махач, он больше 100 фрагов. Я думаю, у нас была самая результативная игра за обе квалификации. Американскую и... Юго-восточно-азиатскую. Ну и минус Нага Сирена Бэтрайдер, Ликантроп и еще что-то. Там стандартные, типа инвокера сейчас заманят. Либо аппарат какой-нибудь отлетит. Ну, что-то типа того, да. Так, команда Мид Страст у нас играет за Дайеров. В прошлом матче против Тим Орэндж они играли за Рейдентов, насколько я помню. Это так, для справочки. Орэнджи я бы переименовал. Кипер оф за хайграунд. Кипер оф за хайграунд. Ну да, да, да. Реально. На самом деле, сейчас Мид Страст могут себе обеспечить выход в плей-офф, выиграв в этом матче у Минески. А дальше пусть Орэнджи с этими товарищами меряются скиллом и воюют на последней карте, которая тоже будет проходить в формате Best of 1. Это Эмбр Спирит и First Pick Invoker. Тут что-то мы доугадали. Ну, я бы сейчас не отдавал Шадоу Демона. Трэнд Потектор. И Шадоу Демон, естественно. Привет, Габлак. Артур, разлагитесь, пожалуйста. Не, сейчас по-любасу будет Шадоу Демон, смотри. Если тут не будет Шадоу Демона, Шадоу Демон будет у Мид Страст. Да, под Инвойкер он неплохо заходит. Ну, либо Кентавр заберут. Ну, сейчас посмотрим. Барабанная дробь. Да, да, да. А это, походу, под Интернешнл добавили, потому что я раньше что-то не особо замечал. ДУУМ Брингер. Не плохо. Помнишь Дума с рефрешером? А сегодня у нас он был? Да, 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 сегодня. Ты не путай уже. Я тебе только что рассказывал, что у меня есть один день, это квалификации. Ну, он прикажет Думу с рефрешером. Ну, потому что он был плохой Дум с рефрешером. Вот, показывает нам статистику по Думу. Шесть каток, 33% выиграл. Ну, две из шести игр он выиграл. Да, Шадоу Демон. Читаем прям вот сходу. По-моему, не проблема вообще. Профессиональные анализы в деле. Не уберут, еще и Кентавр появится. Да, скорее всего, должны убирать. Минус Шадоу Финд. Оффлейнера не хватает, естественно. И сейчас будут банить либо вот хороших суппортов под ШД, либо оффлейн. Дазл могут убрать, кстати. Да, да. Дазл тоже более или менее. Ну, так смотри, остается у нас Дазл, остается у нас Кентавр. Бан остался один. Можно взять и то, и то, прикинь? Ты просто... Ну, это надо, чтобы противник упоротый был, чтобы то и то дать. Или не несколько упоротые. Я не знаю, столько времени играть, уже можно упор... Мыши с тобой упоролись. Ну, пф. И мы-то еще и не играли. Мы просто наблюдаем, да? Там, лежим на пуфиках, булки расслабляем. Так, ладно. Четвертый бан от Мистраст. Это будет... Что, еще один мидер сильный? Или все-таки какого-то оффлейнера уберут? Это сильный мидер, по мнению этих ребят. Это Templar Assassin. Тип барабаны. Да, барабаны нормально рубят. Ну, и теперь уже Минески. Что, кентавра забаните или нет? Или в топку его? Просто, если не забанят, то, скорее всего, он там появится. И тогда можно переименовывать мид в ДК и поехали. Не знаю, может быть... Нет, а Даттл должен появиться еще Минески, чтобы переименовать мид в ДК. И там вот этот постулат от Санстрайка до Санстрайка. Пока летит Санстрайк. Пока летит Санстрайк, да. Жизнь в дизрапшене. После дизрапшена. Нет, там жизнь только во время. Закупился, пока я в дизрапшене быстренько. Там даблэдж. И домой. Они, наверное, уже поняли, что что бы они не забанили, сейчас что-то все равно появится. Видимо, они догнали это после того, как забанили Рейс Кинга. Вроде бы у Рейс Кинга товарищ неприятный, но настолько ли он неприятный, чтобы сейчас его убирать было. Да, это минус Кентавр. Все-таки теперь пикают ребята из Минески. Морфлинг. Ага. Дум, Морфлинг. Ты понял, да? Минески видели игру с оранжами. Подумали, ага. Там чего-то оранжем не хватило. Мы нашли их слабость. У них не было лейта, который после 60-й минуты способен убивать. Вот она слабинушка-то. Раз, сразу наберут. Сейчас еще там, не знаю, Тракса и еще кто-то. Не, антимаг и воид. Вот, Морф, антимаг, воид. Я думаю, норм. Я думаю, поэтому мы с тобой не играем квали. Не, веришь? Если мы с тобой играли квали и напикали такую фигню, мы бы скорее всего выиграли. Если бы мы перетерпели минут 20, пацаны бы подумали, ага. А если они отбились сейчас, ведь они могут и выиграть вообще рано. И уйдут терпеть. И уйдут терпеть, да. А мы там быстренько на антимагах. Плавный капкан. Да, к инвокеру и шаду-демону. Дазл подходит вроде бы неплохо. Дальше что брать? Дальше надо брать оффлейн. Слушай, тут на самом деле до сих пор Санкинг не в бане. Поэтому он тоже может появиться. Ага, лесной саппорт. Кстати, кстати, да. И нюк очень неплохой. Так что... Ну, Никс Ассасин, да. Решили вместо Санкинга взять Никса. Но это не вместо Санкинга. Это оффлейн Никс, скорее всего. Ну, сюда. Тогда может появиться Санкинг. Легко. Вайпер. Чё-то они вообще ударились. Ну, просто сейчас, например, они показали, что милишным керри будет вообще туговато здесь, да. И должен появиться какой-то мощный рейнджевик. Какой мощный рейнджевик может появиться? СФа сами забанили. Кто у нас ещё? Луна, в принципе, осталась. Луна, лоу-рейндж. И, думаю, до неё будет не так сложно добраться. Гирокоптер какой-то ещё может быть. Но вряд ли. Да, тут нужен какой-то рейнджевик. На самом деле гирокоптеры против тренд-протектора неплохо, против ливен-армора работают. Ну, такое. Посмотрим, что сейчас заберут. Ещё минуты 15 дополнительно. Я бы Санкинга забрал всё равно. Не, ну, суппорт, то понятно, там сейчас кого-то да заберут. Я говорю как раз про роль главного персонажа, который должен будет убивать. Или взять сейчас какого-нибудь котла и лансера напоследок. Акстись вообще. Почему? Ты торопишься куда-то? Ты сегодня домой обещал прийти? Глупец. Глупец. Ну и 50 секунд. Лейкелзом. У меня такое ощущение, что там кто-то сидит за окном, и у них вот тут рубильнички с температурой. Они его потихонечку так... Давай, это когда же они сдадутся? Когда они-то начнут молить о пощаде и по окну стучать рукой. Это на окно. Ну что, пора уже, наверное. Молить о пощаде? Нет, взять героя четвёртого. Не, ну действительно, пора. 20 секунд всего-то остаётся. Возможно, мы очень сильно угадали с чем-то, каким-то баном и задумка какая-то была сильно под этого героя. Может, раз тут стоит пикнуть? Я не знаю, но на самом деле тут надо спушивать, потому что если дать раскачаться морфингу, вайперу и думу, сопротивляться... Не обязательно спушивать. Можно продавить, ну, в смысле, хорошими героями, которые умеют драться. И вот Shadow Shaman относится как раз к этим героям. Читаешь, читаешь игру, ладно. У тебя просто повтор там запущен. Конечно, это всё, повторы. Shadow Shaman, он и подраться хорошо может, и как раз вот вышечки неплохо демонтирует. 10 секунд осталось. Что правильно? Сложную Тайтхантеру нужен? Почему? Дашь в лицо, дашь, и всё. Не, ну так можно икс-пулечку хорошо забирать, а если... Ну, может, уйти на эншентов вообще, на отводы. Потом там... С первым лавом. На третьем. Ну, чуть-чуть поворот икс-пул. А третьем где получит? На лайне чуть-чуть, саппортов. Ты, погоди, ты видел вообще прошлые катки, третий на лайне получить? Эти ребята крипов не видели в глаза, вот, первых минут 40, наверное, я имею в виду саппортов. Google крипы доты смотрит. Где найти, да? Спаунный криптовый, пацаны. Так, ну, подзадумался у нас пикер команды Миньески. Не, нельзя затягивать здесь Митхам. Вообще нельзя. Тут без вариантов просто. Да понятно, что без вариантов. Тренд, ничего страшного. Ладно, он там сильнее не становится. До рефрешера ему кочевать и кочевать. А вот все остальное... Дум очень быстро выформит. Морф это... Никому не надо рассказывать, что может Морф. Вайпер тоже станет очень сильным и с агонимом уже каким-то БКБ и Меккой. Даззль. Да, забирает Даззла. Ну, то есть, тут ребята тоже делают упор на прочность. Вайпер будет нереально жирный. Под пассивкой, под ливенармором и хилом. Его будет убить крайне тяжело. Точно так же, как и Дума. Там у Морфа, да, в свое время. Просто Вайпер будет выглядеть таким наиболее плотным товарищем. И для Мисс Траст. Может какой-то Слардар? Нет, не Милишник, а нужен Ранджавик. Без Ранджавика будет беда. Ну, либо же Милишник, который очень быстро сокращает дистанцию. Я не знаю, там... Слардар с Даггером тут... Ты видел Слардара с Даггером? Ну, вот, например, Милишник, который быстро сокращает дистанцию. И типа как альтернатива в Лейд. Ну, посмотрим, насколько эта альтернатива в Лейд будет качественно выглядеть. Один антимаг против трех товарищей. Не знаю, заедет или не заедет. Ну, это же Иисус. Ну, возможно, этот антимаг будет не как прям хардовый керри. Сейчас соберет какой-нибудь Вангвард очень быстро и будет драться с чертым анабрейком. В принципе, он Марфут тоже будет неплохо объяснять. Все можно объяснять, да. И сейчас посмотрим, какую тактику выберет антимаг. Так что, я думаю, игра должна быть весьма-весьма интересной. У Мид Траст вариантов, в принципе, не слишком много. Хотя, с другой стороны, у них достаточное количество контроля. Сетки, хиксы, стан, колд снэп. Ну, много всего, да. Там хиксы какие-то потом появятся. В смысле артефакты. Много, я думаю, будет приятных вещей. Ну и главное, инвокер. Будет ли это терпок васа вексовский инвокер? Да, он должен быть через мана... Вот это уничтожалку. ЕМП. Ну, в плане тимфайтов, да. Но если они не будут драться, вот в чем прикол. Если они не будут драться, они, в принципе, заранее проигрывают. Ну, посмотрим. Сек. Висю. Написал. Джи. Висю. Писю. Писи. Да, ну, не знаю. Что-то ругательство. Не, ну, типа, завис компьютером. Я не знаю, они там с тамагочи играют или еще с подобных девайсов. Странно выглядит. Быстро развесил. Да. Рыбутнул тамагочи там сзади. Знаешь, что это кнопочка-иголочка? Все, поехали. Да, поехали, посмотрим. Ну, и тут просто божественный Никс, естественно. Я не могу не похвастаться, что это, наконец-таки, мой сет на Нюксика с 30 просмотрами. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я дождался. Ладно. Кут играет на Никс Ассасине. ТНК на Шадоу Демоне. Аба, Инвокер, Бумбелл, Шадоу Шаман и Лейклс на Антимаге. И команд Минески. Джи на Тренд Протекторе. Овапоги. Дазль. Джей на Морфея. Джесси Ваш на Думе. И Аскс. Кс-кс-кс. На Вайпере. Ну, что ж. Очередная пауза у нас небольшая. Небольшая? Небольшая. Что? Сеттингса. Что там? Все какие-то поднастройки. Гоу. Оп. А, сеттингса. Я понял. Это как кале, только сеттингса. Все. Поехали. Так, ну и побежали у нас ребята. Первым, наверное, стоит пропустить вот этого брудодемона. Помнишь, мы шутили по поводу брудодемона? Теперь он действительно брудодемон. Реально, он может упасть просто, знаешь, лицом и ползти. Смотри. По-пластунски, да. Главное только щупальцами шевелить, чтобы более-менее реалистично выглядело. Согласен, согласен. Яд у него есть, он типа плюется. Сетку осталось. Главное еще как-то реалистично шипеть при этом и глаза выпучить побольше. Тогда, думаю... Глаза у него нормально выпученные, посмотрите. Прокатят. Где? Ну, они у него впученные больше, чем выпученные. Ну, поползай, чуть выпучится. Так. И тренд протектора забегает лиц. Слушай, а Дум сейчас может подставиться? Где? Что Дум? Ну, ты посмотри. Да, кстати, Думу тут могут и навешать сейчас. Инвокер заходит. Он сейчас прогоняет Дума. Да, да, его просто закрывают. Просто закрывают Дума. Подходит Джукс Ассасин. Потрясающий нетайминговый стан. Но, тем не менее, Дума здесь должны убивать. Его просто с руки тут загрызут, скорее всего. Шадоу Демон. Отличный блок. И антимагу пытались отдать, но... Бруда Демон. Бруда Демон забирает Дума. Нормально, нормально. Теперь у Бруда Демона появляется быстрый тапочек. И, надеюсь, Шадоу Демон не проворонит это. Не останавливаться сейчас. Вот дальше так и давить. Правильно, правильно. Ждать одного героя в лесу. Ну, пришел, убили. Никуда в пятером не ходить. Изи. Катка вообще должна быть тогда. Так вот. Дум забегает у нас обратно. Дум прокачал, кстати, еще и землю. Ну, понятное дело. То есть, крепочка он есть теперь не может. Да, и... Тут такой небольшой фейлик. Вайпер перетягивается у нас на нижнюю линию. Морф будет стоять, естественно, в миде. И Дум у нас уходит в оффлейн. Тут уже тренд протектор караулит руну хосты. Ну, и против инвокера будет стоять морф. Морфу тут, мне кажется, будет ой, как не сладко, если дазл его прокинет. Я думаю, тут дабл мид будет, поэтому... И инвокер экзортовый. А? Выкусил? Вот это тот самый инвокер, который, по идее, должен воевать. По идее, должен помогать своим пацанам. И очень агрессивная трипла с антимагом в сложной. О чем мы думали? Тут же Шадоу Демон. Какой еще может быть инвокер под Санстрайк? А я тебе о чем говорил, упырь? Хамло это... Да, ну вот и Никс терпит там пока против Дума. Дум Никсу ничего сделать не может. Никс Думу тоже мало что способен противопоставить. Так что остается там ребятам просто терпеть друг друга. И гневно посматривать друг в друга так, мол, я за тобой слежу. Братень. Так что, Демон пока первый. Тут все первые, первые, первые. И я так понял, этот трипла сейчас будет неразлучно. Вайпер к крипам не подойдет. Как только он это сделает, там сразу у него залетит пару подач. Санстрайк уже готов. Вот 100 чистого урона они уже поджидают сейчас. Лейклз просто блинкаут, естественно. И вот эти суппорты, они на самом деле сейчас могут напасть. АМ смещается. Ага, АМ решил отойти. Окей. Он ушел на топ. Решили все-таки поменяться местами. Ну что ж, не знаю, насколько это правильно. Теперь, по идее, Никс должен уходить на нижнюю линию. А суппорты перемещаться так же на топ, для того, чтобы просто гонять Дума. А может АМ хочет стоять просто с Думом один на один? Потому что он ему через кольцо какой-нибудь Регина вообще ничего не сделает. АМ сможет спокойно один стоять на лайне. Ну, до шестого Дум точно ничего не сделает. Смотри, 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 смотри. Слетел Смоук. Должен я так сейчас с Трента. Трента сейчас будут байтить на руну. Да, Трент Протектор. Находят его. Есть сеточка. Санстрайк. Блочат. 100 дамаги. Хватают. Иллюзиями пробивает. ТНК очень-очень сильно харасит. У Трента нету. Ливен Армора нет. Нету Ливен Армора, да. И вот эта последняя тычечка, которая залетает. 2-0 в пользу команды Myth Trust. Отличная игра от суппортов. В начале просто офигительно все исполняют. Претензий к ним нету никаких абсолютно. И вот антимаг. Обратите внимание. Да, как только он отправился стоять против Дума, он замаксил манобрейк. И все, по минус 40 маной он теперь срезает. Да, там у Дума и так просто проблемы с маной большие. Даже если он просто стоит на линии, и у него никто ничего там не выкачивает. А с манобрейком все, крипов он есть не будет. Ему срочно нужны какие-то там базилы, я не знаю, чтобы просто подходить. И по кулдауну съедать крипа и отходить. Смотри, саппорты все же смещаются. Я не понимаю, зачем? Антимагу здесь более чем комфортно. Дума гонять хотят. Они хотят унизить этого Дума. Дивауэром жрать не может, потому что у него маны нет. Они могли стоять триплой саппортовской на ботами. И там раз каста бы хватило с Санстрайком убивать любого героя. То есть Тимпейл, Сетка, там Эзершок уже появился. Дум здесь и так ничего не вывезет. То есть он будет с каждой тычкой получать. Маны у него нет. Дивауэр бесполезен становится. Регениться он не может. И как бы что он тут будет делать? Он получит пять тычек, у него кончится тангус. И он отправится отсюда, потому что АМ купит кольцо сейчас. И сможет спокойно размениваться по ХП. Да, ну и вот, собственно говоря, этот самый АМ. Да, Дум действительно тут абсолютно плохо себя чувствует. А еще просто АМ пол ХП сберил магу стычки и... Ну там же монобрейк нормальный бонусный дамаг выдает. Вайпер тут в свою очередь гоняет Никса. Вот Никсу тут действительно не слишком комфортно стоять. Милишный против Вайпера. Вайпер еще достаточно агрессивен с тапочком. Так что возможно, да, возможно стоит с упортом. Сейчас вместо того, чтобы пытаться обузить себе левел. Со вторым они тоже себя нормально чувствуют. Есть нюк, хотя вот тем более шадоу демон уже третий. Не шадоу демон, а шадоу шаман. У нас тут два шадоу суппорта. И в мид у нас вылазка от трента. И что он тут хотит? Ну и сид первого уровня. Линкармор. У инвокера 700 хп. Трудновато будет. Ну вот выходит у нас трент. Хорошо атакующий с инвокера. Инвокер, да, действительно мало чем может ответить. Единственное, что это попытаться как-то замесить трента в ответочку. Но тренд протектор убегает. Ну и у нас мидер. Мне кажется, тут инвокер немного просто булки расслабил. Потому что не было очень долго видно никаких там суппортов. Смотри, шадоу шаман. Только инвокера прогнали с мидер. Сразу же занимает позицию в центре. И старается заполучить лишний опыт. Хекс. Седочка. Проблемки у товарища. А у него ничего нету, у него маны нету. Его сейчас должны, по идее, пробивать. Минус армора уже много, но... И санстрайк. Или не достанет. Не достанет, почти хватает. Слоу граунда. Мисс не прошел. И это фраг. Минус морфинг. 3-1. Теперь уже морф, будка говоря. А вот теперь уже у нюкса проблемы серьезные. Хотя он вроде закарапасировал. Немного вайпер отстал от него. И все. Никс, скажем, развел дума на пару вещей неприятных. И дум теперь что? Прогоняет вайпера? Да, вайпер уходит на топ. Да, это обратные свап-лайнами, как было изначально, в принципе. Ну и вот вопрос. Кому первому надоест так тэпаутся? Надоест? Да, М покупает тут же тэпэ и сейчас будет смещаться на ботом. Да, скорее всего так и будет. Да, он просто улетает на бот. Нормально. Посмотрим сейчас мы, во что это все выльется. Вайпер пока немножко совсем отстает по фарму. Гуитлимпел, дума, харасят. Ну подкапывай же. Ну думал, что дум все-таки будет поворачивать, как-то мансить, но нифига подобно. Дум просто на ноге бежал куда подальше. Так, у нас брудодемон четвертый уровень сейчас получит. Ага, смок. Смок от шадоу-шамана и шадоу-демона. Ну, Марфа вряд ли убьют. Хотя он потратил опять с ума, но не, у него ботал есть, он сейчас топьется. А вот саппорт они могут цепануть. Дерево спрятали, надо забрать иллюзии. Забирать просто иллюзию. Тут сейчас просто иллюзиями изничтожат это дерево. Ну его так и делают, просто изничтожают этого товарища. Есть фраг. Только-только откатился санстрайк сейчас. Хорошо, шадоу-шаман-то отошел, но все равно у Марфа достает эта тычка. Нереальная тычка из Вейва. Ну и 2 в 4 пока у нас становится счет по фрагам. Иникс, нормально. Подформил пару крепочков. Пятый уровень уже у Нюкса. И у Нюкса скоро будут, да, скоро будут арканы уже. 630 золота, ему буквально там 4 крепочка добить, а все остальное там докапает. Дум опять абсолютно без маны. Девавор обузить не может. Лишнего золота не получает. То есть, по сути, половина мощности Дума сейчас теряется. Да, но вот эта тактика обновления Дума. Смотри, его сейчас будут цеплять. Его будут убивать, скорее всего. Да, тут будет санстрайк по-любому. Есть сеточка, пошел санстрайк, это минус. Офигительно. Я просто в восторге от того, что сейчас происходит. Очень четко понимают, мисс, что нужно делать. Никс в это время просто терпит, потому что его убить не могут. А Дум, у него нету эскейпов. У Никса и карапасы, и импейл. То есть, ты попробуй этого товарища загонгать. Дум, в свою очередь, без маны не может пойти толком там похорми. Да, у Дума единственный эскейп это земля. А земля без маны, я слышал, не включается. Ну, вообще, много еще без маны не включается. Я думаю, Дум сейчас завидует Паку немного. И вот смотри, вот он жук. Выходит на него вайпер. Сразу же пошел яд. Но в таком узком проходе, да, просто пытается сделать тэп-аут. И успевает сделать тэп-аут, но погибает на базе. Я не знаю, зачем он пошел в кусты, если хотел делать тэп-аут. Вот эти как раз секунды, которые он потратил на мув, надо было просто сразу же делать тэп-аут. Как только получает вайпер-страйк, нажимает тэп-аут, успел бы отхилиться. Может, как раз, да, и не среагировал вовремя. У нас тут шедоу-демон загулял. Шедоу-демон погибает моментально. Ой, да ладно, морф не допрыгивает, но Дум забирает фраг. Вот это ошибка. Мужчатый уровень, вот это, кстати, неправильно, я считаю. Серьезная ошибка от Шедоу-демона, нельзя так делать. И Дум, в свою очередь, уже имеет тысячу золота, тапок. Ну, короче, там, не знаю, Мидас, наверное, у него будет, да, скорее всего. АМ. Дум на него кидают. Сюда делает тэп-аут. Да, я хотел сказать, Даззель, нет, там морф прилетает. И, да, проблема серьезная у Лейклза. Понимаешь, тут без шансов. Ну и вот, серия ошибок теперь от Миста. Одна ошибка Шедоу-демона, это Дум для Дума, и он пошел просто забирать тут же АМа. АМ сейчас, наверное, очень благодарен Шедоу-демону. Да, и вот вроде бы то, что зарабатывали-зарабатывали, еще раз зарабатывали на протяжении 8 минут, было потеряно за 20 секунд. Смотри, морф. Там щемил у Мидли инвокера. Инвокер с Мидасом. Ну, ладно, тут вот этому инвокеру нужен Мидас. Тут его осуждать не надо, ему надо максимально быстро промаксить уровень. Он, по большей части, бои ведет дистанционно, и все, что ему нужно, это максимальный уровень санстрайка. Что это за бантики у инвокера на голове? Школьница. Инвокер-школьница? Ну, да. Так, у нас там Никс улетает в оффлейн. Вот он. И трипла опять на топе. Надо начинать, естественно, с Шедоу-демона. С таким мощным прокастом тут умирать будет любой. Да, и вот он, Вайпера видят. Выходит этот Бруда-демон. 345 мувспида, 335 мувспида. Можно было уйти. Но Вайпер улетает. Да, ну Вайпер просто, видимо, решил оттуда свалить поскорее. Просто, на самом деле, если бы развернулись, Шедоу-демон бы умер раньше, чем Вайпер. Там бы Вайпер вместе с Дазлом очень четко объяснили. Но вот теперь дают Никсу возможность доформить. У него уже шестой уровень есть. И вот с этого крипа будут Аркан-Буцы. Да, это Аркан-Буцы. И это выход от Дума. Дума у него у самого нету. Появится через 12 секунд. Ее мана еще не хватает. Стика, в принципе, нет. Да, уходит в Виндетту. Здесь очень много народу на ботами, на самом деле. Да, 4 человека, если быть точным. И в мид перетяжка от Шеде и Инвокера. В миде они планируют найти какого-нибудь Морфа. Морфа, возможно, они найдут. Но Морф уходит с мида. Это прекрасно видно. Под Вардом он прям пробегает. И уходит на рунку. Но вот сейчас, наверное, тут его и стоит подождать. Руна у нас на топе. Это Инвист для Инвокера. Ставится в Ардераст и попытка забрать вышку в миде. Да, это нужно делать. Как мы уже говорили, нужно пушить, пушить, пушить. Собирать какие-либо артефакты на файт и драться. Потому что в лейте возможности выиграть практически не будет. Да, вышку забирают в миде. Сейчас динай скорее всего будет. Динай скорее всего будет. Да, действительно Морф забирает. Антимаг в это время продолжает подфармливать. Окей, что там у Айма? У Айма уже практически готова до Баттлфури. Не хватает только Войдстоуна. Морф покупает Мидас. Морф понимает, что если сейчас игра затянется... У него Бродсворда еще нет. Где? У Айма. У него есть только... А деньги ты видел? Ну нет же. Да может он Войдстоун сейчас купит. Тогда ему Бродсворда не хватает. Да ладно? Да я тебе точно говорю. Окей. Так, у нас тут Шадоу Демон. Шадоу Демон также в курсе, что их могут пойти подпушить. И поэтому у него яд в два прокачан. Для того, чтобы откидываться спамом. Постоянно под вышечками. У него это кстати получается. Отпугнул он ребят из Менески с ботома. Морф проехался тут по миду. Кстати, Морф сейчас мог просто в табло, в наглую поймать колд снэп. И очень сильно пострадать при этом. Да, у него реплики это нигде, я так понимаю, не стоит. Поэтому... Ой-ой-ой-ой-ой. Морфа. Цепляют. Тут же Санстрайк. Как же классно он дал Санстрайк. Он его дал прям на миллиметр левее, чтобы не задеть в коем случае крипа и не разделить дэмэдж. Да, и самый главный косяк здесь, конечно же, команды Менески. Потому что в такой ситуации дефолтный Сентрик в миде, он постоянно находится. Вот эти Никсы, они очень сильно напрягают. И сейчас исполнение было хорошее. То есть мид просто сделали то, что от них требовалось. Менески не сделали то, что делается обычно в таких ситуациях. То есть это их просчет и вайпер палится в миде. Где-то у нас антимаг, я слышу, что-то там-то прорезает. Он в лесу крипов нарезает, пытается дофармить всего и стон. Ага, что ему не хватало? Ему ничего не хватало, у него только деньги были. Да-да-да-да-да. Послушал тебя, может быть, решил не обижать сегодня. В тарел. Вообще он собирал Shadow Blade и Vanguard. Ты смотри, у нас тут вниз прилетает Морф и ставятся очередные варды. Кстати, вот на месте Морфа я бы так сильно не боковал. Мне кажется, он тоже что-то заподозрил. Так, проклинают Морфа. Морфу подходить сейчас противопоказано с каким-то бонусным дамагом. Он, кстати, очень много денег срубает на этих вардах. Там по 30 за змейку. Да, а змейк, возможно, даже стоило на него сейчас направить, чтобы Морфу неповадно было здесь тусоваться. И видим много-много телепортов. Точнее, дерево помогает издалека. Да, и телепорт от Вайпера. Ну и вот она Battle Fury. Сапог Battle Fury. 13-ая минута. Отличный результат, в принципе, от таймера. Очень хороший таймер. В счете того, что он умер. Да, ПТ нету. Но я думаю, что это теперь не проблема будет с БФом-то выформить. Да, действительно, это так. И Doom теперь фармит чужие леса. Ну вот на такой случай, мы уже говорили, сегодня ставится вард либо здесь, либо вот здесь, который видит перемещение крипов, перемещение вражеских вот этих брудмазеров. И Никс очередная вендетта. Заходит он обратно в мидл, где вновь нету сентри варда. И найдет морфа. Да, и он опять находит морфа. Это то, что морф держится очень близко к рейнджовому крипу. Сейчас, сейчас, морф отошел, подошел. Морф что-то прочуял. Да морф пошел медасировать. А, нет, нет, у него еще нет медаса. Точнее, нет отката медаса. Поэтому просто фармит. Ну и АМ сейчас будет просто вот да. Фармить лиса. Максимально быстро вынести ПТ и манта стайл. И, наверное, вот с манта стайлом уже надо просто врываться в файты. Да, манта стайл дает очень неплохую боеспособность антимагу. Много статов. Три копии антимага. Его монобрейк работает в полную силу. И, в принципе, это то, из-за чего покупает манта стайл на АМ. Просто набрасываешься на какого-то дума, даешь две тычки, и у него пропадает почти полный запас маны. Это такой приятный буст. Продолжается у нас здесь вардинг. Находят руну инвиза внизу. Шадоу демон. Сразу же сентрик для того, чтобы проверить, видит ли кто-то еще эту руну инвиза. И никого нет. Враг зажался на базе. Минески сейчас делают то, что делали ребята из Оранж. Они просто сели на базе и сидят. В принципе, с их лейтом это неплохая затея. Только хотел сказать, что есть разница небольшая. У них есть три героя, которые смогут в теории через энное количество времени начать вырубать чуть ли не каждый в соло. Помнишь, когда я на стадии пиков банов говорил, что Минески видели, что делали Оранжи, а они учли их ошибки. Говорят, те сидели на базе без лейта, мы возьмем лейт и тоже будем сидеть на базе. В принципе, тут все правильно. Придраться особо не к чему. И от Мист Траст требуется только начать драки как можно раньше, пока еще у Морфа нету из Эреала всяких. И пока он не стал щелкать шадоу-шаманов или инвокеров там с прокаста. Потому что пока что шадоу-шаман действительно юзабелен со своими хиксами, сеточками. Какие-то внезапные врывы. Даггер нужен также Бумбеллу. Что давно Никс уже в Виндейте никого не находил. Первая была реализована очень хорошо, а дальше беда. Есть варды у Раста. А дальше Минески сели за ТВРа. Вот почему он никого не нашел. Они вместо того, чтобы ставить Сентрик, и Сентрик стоит у нас только внизу. Вот, опс и Сентри, вард. Потому что там еще вышечка осталась. А на топе дальше вышки никто не заходил. В миде дальше вышки тоже никто не заходил. И по своим лесам перемещается только один Морф, которого в принципе сложно убить Никсу в соло. Не, ну Сентрик всегда есть. Да, он есть, но это не стопроцентный вариант в принципе. Да, кстати, Инвокер делает грамотную вещь. Он собирает Некров. Он прекрасно понимает, что скоро надо будет идти пушить. Пушить, ломать Некров, Некраме ТВРа и так далее. И против Дума хорошая штука, против Морфа хорошая штука. Она против всех хорошая, хотя бы потому, что в команде есть АЭМ. И чем меньше манны у оппонента, тем больше влетит в лоб. Да, естественно, это всегда приятный бонус. У нас тут Жукс Ассасин, какого? Восьмого с половиной уровня. Ага, это для него что ли Хастевич приберегли? Да. У АЭМа надо уходить. Он об этом не знал? У АЭМа могут быть серьезные здесь проблемы. Да, его заткнут Думом, его разберут. У него всего 500 хп. Так, что там? А, Инвис кинула дерево на Тренд. Ой, на Дума. И Антимага находят, да. Моментальный фраг. Ну вот, бегал-бегал, вроде бы все хорошо, ушел бы в другую сторону, вообще все было бы идеально. А так, у нас сейчас будут ловить, скорее всего, Дума. Дум потратил. Дум, вот он один здесь. Почему-то боятся. Боятся еще огромного количества сейф ТП. Ну, кстати, вот сейчас и надо было нападать. Не знаю, почему вот так вот сильно боялись. Санстрайк. Импейл. Слишком далеко стоял Никс, и поэтому не получилось у него нормально залететь. Вот мы видим, врубает он карапасы. Сразу же Вайпер, как только появляется здесь, получает станчик. А что делать раз-то? Шадоу Шаман там пытается побоевать против Дума. Он уже слишком далеко забежал в начале атаки, и убегать назад просто не мог никак. И это его ошибка. Это минус два в исполнении Минески. Но вот этого делать минхам никак нельзя, потому что им нужно файты начальные все выигрывать абсолютно за счет того, что у них на ранней стадии герои неплохие для драки. Если они будут проигрывать и на этой стадии, то вытащить потом будет нереально трудно. Да, ну и вот по опыту-то посмотри, например, график очень яркий. В начале все было там в нуле, в нуле, в нуле, и сразу же 2500 опыта в плюс для команды Минески. Точно такая же ситуация по деньгам, только там не так уж ярко это все видно, тем не менее. Общая тенденция ясна. И у антимага теперь возникает очень серьезная задача. Нужно спасать эту игру, потому что ребята вроде бы уже дали небольшую слабинку, уже немного подфидели. У Вайпера есть Мека, у Вайпера есть 2100, у Дума появляется Даггер для того, чтобы быстро оказываться в драке и кидать Дум на того, на кого надо. Да, он сейчас еще может найдет Кентавра, чтобы это был какой-то АОЕ стан и будет цеплять, будет цеплять любого абсолютно героя. У Раста, я так понимаю, Даггера нет, и он отложился тем, что отдался Раста на ботами, зашел за Тавр глубоко и надо что-то придумывать. Варды первого уровня. Ну, кстати, вардами очень сильно подфидел. Не то, чтобы очень сильно, но да, он там три соточки Марфу подарил. Три, три с половиной где-то. Не, он еще на топе отдал Думу всех десятерых, Дум просто подошел, отфармил. Это, ну, тогда косяк. Так, что там у Жука? У Жука 1100. Тут очень много людей, у которых должен быть Даггер, но его нету. Это Шадоу Шаман, это Никс Ассасин. Им бы сейчас буквально на минуту-другую пойти сделать себе там многоспаун, как-то его подфармить, я не знаю, или героя какого-то подфармить. Но вот в плане героя, я уже говорил, слишком осторожно стали играть Менески. Вообще нигде не появляется. Ты посмотри, вот, например, на верхнюю руну. Один Сентрик, второй Сентрик, третий Сентрик и опс. То есть вот, чтобы на топе вообще ничего не происходило, чтобы на топ никто незамеченным не прошел, потому что там Дум постоянно фармит. Да это правильная игра от Менески. Зачем им, типа, лишней агрессии и так далее спрятали? Забирает Рошана, Антимагу достается Аэгис, Шадоу Демон. Хорошо кидает колд снэпчик, инвокер, и сам же получает Дум в лицо и убегает. Просто убегает на ноге, да. Там поймали у нас тем временем Шадоу Демона. Шадоу Демон погибает. Антимаг успевает сделать блинкаут в самый последний момент. За ним прыгает Дум, левел дес. Слабенький, и тут уже Шадоу Шаман с Никсом. Не должны отпускать, в принципе, хотя пошел линкармоп, почему-то сразу же отпустил. Маны нету, маны нету. 86 единиц маны, вообще ни на что не хватает. А Жук свой импейл уже потратил. И получается не особо удачная драка. А, в медлеве, да, все, вижу, вижу. Ну а толку-то, ее все равно заберут. Ничего, не выиграли. Ой, у нас тут массовый... У нас там массовый дроп какой-то, но это, видимо, на европейском хабе что-то случилось. Может быть, их дудосят? Наконец-то. Че все нам теперь вытьфу-тьфу? У нас еще все впереди, я чувствую. Так, все, короче. Вычеркните слово из ловаря. Да, напоминаю для тех, кто только подключился, что это Best of 1 серия за слот в стадии плей-офф, квалификации Юго-Восточной Азии на The International 2014. У нас три команды участницы, Миневский, Мидс, Траст и Оранж, и они сражаются за два слота. Вайбер сейчас развалит вышку, у него, кстати, 3000 уже на руках, и... Ну так, гоним одним кликом. О-о-о, Жук-Жук-Жук. Проблема у Жука. То есть вообще ничего не пролетело. И посмотри, они его просто не пробили, вообще ни капли. Там крипы весь Санстрайк сожрали, и на развороте, конечно, драки не будет, но то, что сейчас огромное количество спл-офф потратили Вайпера, его не убили, вышку он забрал, и... 3500. Ну вот, если бы Жук попал тогда станом, то Вайпер бы не ушел к этой пачке крипов, и, следовательно... Жук в этой игре как-то с Эмпейлами не особо дружит. Он как-то слишком на упреждение кидает. Вроде и понятно, что можно так предупредительный огонь вести. Но тут уже сложно промахнуться, и это минус. Уверенный минус от команды Мид Страст. Ой-ой-ой-ой-ой, тут, конечно, буянит у нас инвокер. Просто разошелся не на шутку, метеоры пошли сразу. Раскликивается. Есть уже линка, есть 1400, сейчас, наверное, появится какой-то Гост совсем скоро, и пойдет. Хотя, возможно, пойдет в Монта Стайл даже. Непонятно, пока. Ну вот, Аэм, уже до Монты совсем немножко осталось. Действительно, немножко. Сейчас он еще, если Тауэр заберет, Монта Стайл уже будет готов. Что там у вышки? Вышка, по идее, фуловая. Да, ее вот как раз сейчас Тренд подхиливает. В свою очередь, Минески подходит по нижней линии. Подфармливает еще некрачей. Я не знаю, тут такой фид идет нереально бешеный. Плюс 200, просто плюс 200. Ворды расты, некрономиконы, вот всем, чем только можно. Все вот так вот отдают, отдают, отдают. А потом, блин, а куда же у Морфа-то денег-то столько? У нас вроде бы антимаг, и он вроде фармит постоянно. А буюшки? Потому что вот прилетает Вайпер и забирает просто в наглую все ворды. Это уже четвертый пак вордов, которые забирают игроки. Вот он сейчас себе на этих вордах Аганим купит. У него не хватает буквально 200 золота, и вот он себе дофармливает эти самые 200 золота. А дерево все равно отхилит вышку. Если ее не заходить, не забирать с захода, то дерево какого-то, восьмого уровня, для него это вообще не проблема. 13 регенов в секунду, 600 хп. Это за минуту, грубо говоря. Да, ну и у Дума скоро будет БКБшечка. Вайпер уже с Аганимом. Уже очень хорошие артефакты есть у Минески. Что тут у Мид Траст? 1700 золотов у Шаду Шамана. Нужен даггер. И 1600 золотов. Вот они очень ровно идут с Никсом, но это не показатель, что они идут ровно. Показатель в том, что у них нет даггера до сих пор. Ну и вот Монто Стайл. АМ. Сейчас надо драться. Вот есть Аегис, есть Монто Стайл, надо идти драться. Перефармить трех потенциальных керри не получится. Мы уже об этом говорили. Как бы это ни хотелось, АМ, да, очень крутой, но из него сделают репликейт, когда он будет Стараск, и он по своей команде убьет. Да, вот сейчас находят антимага. Антимаг байтится на репликейт. Тут у нас кто стоит тренд протекторный, не особо страшный. Антимаг, Монто Стайл и ушел. Вот он, собственно, прелесть Монто Стайла. Сразу же видно, что Вайпер не особо юзабелен в такой ситуации. И даггер появляется у Шадо Шамана. Вот, наконец, появляется хороший артефакт. Первый нормальный айтем, второй должен появиться... На ботуме цепанули. Ну и минус Дум. Вот он у Жука также сейчас появится. Главное Жуку сейчас отдать эту пачку крипов, и чтобы его тут не убили. И у него также появится блинк-нож, или не появится. Ну, пока денег нет. Такая меншин-то в чужих фармит. Я не знаю, они убивают Думан, но не трогают Морфлинга. Морфлинг уже на руках 3100, и... Ну, может сейчас купить какой-то Иглсонг. Ну, скоро, на самом деле, этому Морфу придется... Тоже как-то пытаться доказать, что он не прав. Для этого понадобится в любом случае, там, какой-то манки-кинг-бар, потому что там появятся всякие бетерфляи, можно быть уверенным. Ну и вот, смотри, Морф приходит. И пошел, пошел, пошел. Он понимает, где вообще бабки нужно собирать. Сразу же пытается сбрить некрачей, несмотря на то, что там дамагу какую-то получит. Ему абсолютно плевать, у него там дазл есть, он его подхилиет и так далее. Ну, тут Вайпер затаился. Кстати, если сейчас найдут Вайпера, Вайпер у ГГ. И Вайпера находят. Да, находят Вайпера. Не, Вайпер уйдет. Там помимо Вайпера еще есть Дум. И Дума видели, потому что тут стоит Вард. Сейчас зайдет Никс, разведает, и это минус Дум. Санстрайк, Дум, второй раз погибает буквально за несколько секунд. Ну, не за несколько секунд, за минуту. Но прикол, да, как раз в том, что тут хороший стайл Вард, и они видели все вот эти вот крысоподходы Дума. И появляется теперь уж даггер у Никс Ассасина. И теперь спушат вышку. В этот раз уже точно ее спушат. Это будет второй, кстати, только Тауэр для команды Мист Траст, в то время как они уже рискуют потерять четвертый. Ну что, появится что-нибудь? Антимак прыгает вместе с Жуком на Вайпера, Вайпер под Ливен Армором. Ну, нужны Карапасы, да, отлично, Карапасы от Никса, это минус Вайпер. Потрясающее исполнение, вот от такой, конечно, связки сложно уйти. И Морф улетает. Это Инвокер с первым Вексом такой, Торнадо подбегает. Щух! Перед собой просто. Торнадо так далее, пролетело там два метра, и упало. Норм. Не пошло, ну это как... Не до лед. Не до тренировался, скажем так. Да, плохо в легкий воздух, в легкий воздух обрало, и плохо получилось. Ну, вот Аэму нужно отсюда точно быстро-быстро сваливать. Для нее это все нормально. Подпушил лайн, сейчас с вышкой он отпушит назад, Аэм пока пофармит леса свои, да, чем занимается. И изничтожит кентавров, 3000 на руках уже есть, я не знаю, что будет появляться. Возможно, башер, возможно, пойдет укрепляться в Тараску, но я говорю, слишком сильному Аэму сейчас остановиться по ХП нельзя, потому что репликейт и убить будет нечем. То есть, он будет истязать всех своих саппортов с этим Батуфьюрией и Тараской, и остановить его будет нечем. Ну, на самом деле, там на репликейта, думаю, мало будут внимания обращать. Там проблема в том, что антимаг, он сам по себе такой герой, которому для того, чтобы вырезать сейчас Дума под БКБ и Марфа с Эзериалом, который уже, кстати, ему необходим будет хороший дамаг. У него сейчас уже вроде бы есть там 200 дэмэджа. Нет, он пошел все-таки укрепляться. Это нормально, потому что даже если на него повесят Дум, ему нужно быть живым. Даже просто убежать на ноге и там по возможности вернуться в драку после того, как действие Дума на нем закончится. Если ему повесят Дум и Вайпер Страйк, там убежать на ноге не получится. Да в том-то и дело, что он все равно будет чуть жирнее, все равно придется у него тратить больше кастов, больше внимания, больше времени. А это как бы для его товарищей хорошая возможность лишнюю там каст дать, инвокеру там возможно что-то любопытное придумать. Ну, прикольный, кстати, был Абуз с Карапасами и пассивкой Вайпера. Вайпер вроде бы и пытался убежать от Нюкса тогда вместе с антимагом. Ну, Никс просто бил-бил-бил Вайпера, поражал Карапасики и Вайпер остановился на 2,5 секунды, дал антимагу себя добить. Что, Морф дальше сейчас пойдет тупо в ловкость. Манта Стайлы, Яши и так далее. Морф гадость стаища, которую очень трудно убить, поэтому... Я не знаю, им, конечно... Так, тут попытка опять забрать. И опять вот эти барберосты. Да, вот опять фармит Морф, опять Раста фидит, и это выглядит абсолютно глупо и абсолютно не... Ну, я не знаю... Нерентабельно, потому что они прекрасно понимают то, что дерево эту вышку отхилит сейчас. Оно вот, вот, все, пошло. Просто скорость, с которой дерево отхиливает этот Тауэр, она какая-то запредельная. И если вы заходите убивать вышку против Трента, даже если вы с вардами Раста забегаете, ну, забегайте, вы сразу всей толпой навалитесь, снесите Тауэр и убедите. Вместо вот этого регулярного фида. У Морфа в результате... У него два Мидоса, грубо говоря, сейчас. Мидос это свой, и 90 секунд это варды Раста. Только там не 190, а 300 дает. 300 голды примерно он получает за всю эту фигню. Вайпер у нас покупает гем. Не знаю, правда, кто его там будет носить. До Рошана осталось совсем немножко. Вот нам Ролехи показывают сейчас, что меньше минуты ждать. Шадудемон с форставчиком скоро будет в руках. Вроде бы Шаду Шаману тоже не помешал бы какой-то Юла Форстав. Вообще, нужно сбивать Линку Марфу для того, чтобы антимаг, если что, мог в него шваркнуть. Гем появляется у Вайпера, и вот теперь Никсу не так просто... 1-0. 1-0, да? Редиска. Я смотрел за картой. Да-да-да, отмазывайся. Ну вот, все, поломал мне весь настрой. Что там, тебе уже втыкают? Не-не-не, они вообще ничего не слушают. Сидят в Хардстон, рубятся. Не знаю, что они там делают. Ну вот он, Рошан есть. Там уже дежурит репликейт Морфлинга, который сейчас убивают. И что? Что-что-что? Я думаю, пойду драться. Почему нет? Есть дерево, есть руд, есть дум. Можно затыкать. У дума 10-секундное БКБ. Блин, они форжают. Полчаса бьют. Это не к добру. Кто кого бьет? Ну кто, ребята там думы всякие. Форжи не могут убить. Не, ну форжи, извините меня, 900 хп. А у дума-то целых 150 урона. Ну вот смотри, заход в Смоуки. Надеются они найти сейчас на этом Рошане команду Министерства. Я думаю, они надеются убить очень быстро. И думают, типа, ну раз их там нету, давайте-ка сами, может, зайдем. И у них-то ведь это может получиться. Да, пошла ульта. Дазл кинул. И даже сейчас будет врыв. А вот эти ребята, как говорится, Индер Биг Фамилии, нихт клювом клац-клац. И вот сейчас происходит тот самый клац-клац клювом. Находят. Сейчас должен подойти инвокер. Но это будет слишком поздно. Дум ныряет. Но тут Дума будут убивать. Дума сейчас разменяют просто на Эггис. Да-да-да-да-да-да-да. Это минус Дум. Морф прыгает. Отличный минус по Аникс Ассайсину. Коротенькая торнадо. Ну ничего страшного. Тут Морфу сбивает наконец Линкен Сферу. Антимаг тут сегодня у нас будет. Хекс. Хорошо. Через 2 секунды будет сеточка. И можно будет забирать Морфа. Морфу сбивает уйти в Репликейт. Надо было давать сетку. Надо было давать сетку. В кулдауне была. Она была в кулдауне. Она доходил кулдаун вот ровно там тютелька в тютельку. Я как раз за этим наблюдал. Он совсем недавно держал тогда Дума. И вот Морф, он прям уже собирался давать эту сетку. Но Морф очень вовремя успел уйти. Я кстати не знаю, стоило ли Думу впрыгивать. То есть, что могли сделать в теории ребята из МИД? Они... Не, погоди. Дум там умирал в 100% случаев. Нет, зачем он запрыгнул? У них настакался армор Дазла. И то есть, если бы сейчас ребята ворвались, они бы дрались против плюс 20 армора. Не, ну понимаешь, там типа узкий проход. Сейчас пойдут какие-то ворды Шадоу Шамана, Метеор, Никс Импейл там по пятерым. Ну не стоит думать про Рут. Антимаг Шваркает и так далее. Рут, Дазл, Подхил. Тут тоже вариантов много было. Видишь, решили сделать именно так. Но зато в следующей драке будет Аегис. И Аегис этот Дум как бы обеспечивал фактически гарантированно. Надо было кого-то попроще продать. Дерево Форстафан Толк. Типа пинок такой пацан. Иди давай, отвлекай внимание на мясо просто тебя. Деревянный, чё? Да, через плечо пахнуешь. Бревном был, бревном поврёшь. Так, ну что у нас тут стоит? Обсервер Вард. Слушай, там уже Манта Стайл практически есть у Морфлинга. И остаётся вот девять сотен на рецепт. И они идут на Тавер. Морф уже сейчас ваншотнул Никса. С Манта Стайлом он сможет ваншотнуть ещё кого-то. Но проблема в том, что с Никсом такие финты не всегда будут проходить? Да, если он спит. Считается, что Карапасы можно и самому себя немного поднапрячь. Зато есть антимаг. Вот, я уже совсем забыл. Я думаю, многие зрители наши тоже забыли, что нет лучше бруды, чем антимаг. Потому что этого товарища очень сложно поймать. Сложно найти, легко потерять и трудно забыть. Это как раз про антимага. Потому что если у вас есть Дум с Блинком, а он есть у команды Менески, то у вас проблем на порядок меньше. Потому что он может прыгнуть как-то из смока, не дать антимагу блинкаться. Если же нету, то... Вот что? Где контроль вообще у Менески? Его просто нету. Он отсутствует, за исключением какого-нибудь Рута. Рут и Дум, в принципе, Стану, Дума тоже с Даггером. Это некий контроль. Именно, то есть тут весь акцент идет именно на Дума. Если он облажается, то тимфайт может пойти абсолютно не так, как задумано командой Менески. Так, ну и теперь у нас другая бруда, только та, которая фидит постоянно. Я видел вчера этот момент, только в этом месте стоял Санкинг. Его нашли? Нет, он просто не стал впрыгивать. Еще сейчас он погибнет. Ему пятерых. Пацаны. Псс, в лесу Раста. Раста не нужен? Раста не нужен, да. Ну вот Никсочек тут у нас сейчас бегает по вражеским лесам. Хочет кого-то найти. Находит Шадоу Демон. Кстати, Обсервер разбивает его. Три точных выстрела. Раста перемещается. Он как этот... Хоп. Джампер, джампер. Джампер, да. У нас Антимаг находит Морфлинга. Да, там непонятно, кто кого находит. Ну а АЭМа 2400 хп. Морф ему не щелкнет никак. Не-не-не, а ваншотом явно нет. Без вариантов. Ну у АЭМа все очень неплохо. Они с Морфом идут по Нетворсу примерно одинаково. Да, Дум с Инвокером примерно одинаково. Дальше идет Вайпер, который действительно опережает там на пятеру ближайшего председателя. Он может делать так. Морфлинг может делать так раз в 30 секунд. Да, да. Он может убить любого саппорта, абсолютно любого. Просто раз. На халяву. АЭМ не может впрыгнуть и сделать ваншот. У АЭМа... Да, выживаемость тоже неплохая, но нет Аегиса и нет Репликейта. Дум только что каким-то вообще непостижимым образом указал точную иллюзию, и из-за этого Антимаг, возможно, умрет. Хотя вот он сейчас тут пытается подплатить. Слишком много хп, но что ему сделают? Ну да, 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 успеет он сделать блинкаут. Безусловно, тут еще Шадоу Шаман с Хексом. Ну, кстати, на разврате не получится подраться, потому что там уже подоспела вся вражеская команда. Репликейт и минус Шадоу Шаман. Ну, вот Морф он ровно так и будет продолжать делать. Да, сейчас еще появится Бетерфляй. Ну, на топе в это время забрали Даззла. Хоть как-то получилось отомстить Шадоу Шаман на Даззл не так уж и плохо. Так, и у Никса. У Никса 2000, я так понимаю, что это, скорее всего, будет Форс Тафф. Просто лишняя мобильность. Ой, да ладно, Антимаг прыгнул, забрал тренд протектора в соло. Да, Антимаг не особо сейчас боится. Он сейчас уже увидел, что его под Думом не могут зафокусить. Единственное, с кем его получится зафокусить, это Морфлинг. Если будет автоатака, его просто щемить по-жесткому. Ну и то, этой атаки еще в таком количестве нет. Поэтому что ему бояться? Дум его не заткнет. Где Дизейбл, который его может проконтролить? Его нет. Вот именно, нету Дизейбла. И против Антимага это очень плохая практика. Я сразу вспоминаю, и много раз я уже вспоминал ранее, игру на втором, кажется, Интернешнале, там где был Иван Артстайл со своей командой Даррер. И они играли против шести слотового Антимага в пять Хиксов. Да, да, да. Причем там были просто пять нищих героев, единственное, что у них было, это Хиксы. Антимаг за всю драку, когда у них вот эти Хиксы появились, не сделал ни одного удара. То есть его там кайтили, убивали как могли. И вот они как бы чудеса контроля. А если против вас играет только один керри, то провернуть подобную тактику в разы проще. А тут до этих Хиксов еще жить и жить, естественно, если они вообще будут... А у кого появится здесь Хикс? Вайпер максимум? Максимум Вайпер, действительно. Я думаю, Даззл никогда это не выформит. У Даззла что там? Фортав да кружка. Да, так и звучит. И Антимаг. Антимаг уже с башером. У Антимага сейчас будет Абиссал. И вот с таким дамагом он Марфу очень быстро докажет, что тот не прав. Главное Марфу очень вовремя линку сбить, чтобы какой-нибудь там, я не знаю, Шадоу Демон или Раста банально молниями щелкнул. Фишка еще в том, что очень много героев, выжигающих ману. АМ манта ставил там, если вдруг маноберн и разультится, и все. То есть, ну, ловить там нечего. А у Марфа уже 1200 мана, если что. Рядом стоящие саппорты просто сразу ласты склеют. Ну и плюс еще то, что бафнули АОЕ, Антимагу, оно теперь там примерно вот такую область имеет. И тут попасть уже как бы попроще будет. Да, у меня круг получился, ни хрена не круг, но ничего страшного. Я думаю, вы поняли. По рисованию в детстве было не то чтобы два. Как там, у хороших детей было солнышко, а у плохих луна. Да, у меня не только луна. У Каспера был полумесяц. У меня был полумесяц, причем весьма пожеванный. Так, что у нас тут? К Шадоу Демону тоже, я так понимаю, скоро долетит Форстав. Да, ему тоже до рецепта не хватает копеечек. Ну, все вроде неплохо и у одних, и у других. По деньгам тысяча золота. Ну, смотри, сейчас он поменяет ПТН ТРВА. Баттерфляй. Манки Кинг Барр. А, не Баттерфляй? Баттерфляй должен появиться у Морфа в теории. Значит, АМ должен играть через контру этого самого Морфа. Просто Морфу, что дальше? Если Морф соберет с Кадди, то можно и Баттерфляй. Изи. Если Морф начнет собирать Баттерфляй, то только через... Ага, есть минус... Минус иллюзия. Ну, вот Морф сейчас перекачался в ловкость полностью. У него 300 атаки. Он сейчас будет просто заходить и таранить тавр. Нужно прожимать фортификейшн. Да, вот пошел тавр. Там все быстро его сгрызают. Здесь-то дерева нет. Ну, там вот подходит Некрачи сразу. И Некрачи у нас погибает. Иллюзия одна развалена. Здесь в это время напали на Шадоу Шамана. Антимаг под Думом. Антимаг пытается уйти. Но его тут бьет Вайпер. Причем бьет очень неплохо. Да, он так долго-долго... Да выживет, Тайм. Выживет, выживет. Он сейчас еще с Манта Стайла. Там Морф. Там Морф. А вот теперь да. Антимаг пытается уйти. Если Леодес... А если сейчас сработает Тарасочка, то это будет победа. И она успела сработать долю секунды. Она его регенила. И эта доля секунды, возможно, только что сыграла свою роль. 5000 хп... Ой, хп, блин. 5000 золотого антимага. Ну, по-яде-сабузал. Понятно. Потеряли всего лишь расту. Это не страшно. Что по вышке? Вышку отхилят. Но, да, зайти против дерева на хайграунд надо заходить единоразово. Потому что вот Морф сейчас эти 600 хп снес, они не восстановятся. Он со второго, с третьего раза заберет эту вышку. Да, так и есть. И придется придумывать нечто иное. Но вот сейчас смотрю, что там у Морфа... У Морфа Скади, да. Значит, можно собирать баттерфляй смело. Потому что до следующего мощного артефакта, типа Манки Кингбара, Морфу еще фармить. Я думаю, он баттер будет собирать, чтобы ваншот был просто дикий. Ну, смотри, прыгает АМ. Сразу же нападают на Морфа. Морфу сбивает Ленгенсферу. Морфа очень плотно сейчас пробивает. Грейв есть под хил. Отличный рут. Морф пока живет. Перекачался немного. Айсволл пошел. Пытались контролить АМа как могли. Вот она ульта. Вот он минус Морф. И все, теперь просто гнаться за всеми. Именно, гнать дальше. Вот он, прыжок на товарища Вайпер. Посмотри, чайки налетели на бедного Айс-Икса. Мега килл, дабл килл. И опять этот Иисус творит какие-то невероятные вещи. Ну, АМ сейчас пойдет дальше. Он будет разводить Морфинга на байбэк, которого, судя по всему, нет. Нет, есть, есть. Он есть, есть. Он 1700. Я просто думал, что Морф очень большого уровня. Он 23-го. Он не есть очень большого уровня. Еще пару левелов и все. И уже минуты Морфа не было. Но заставит его сделать этот байбэк. Это 100%. И вопрос, будут ли пытаться драться сейчас. А там Рошан. Сейчас просто заставит сделать байбэк. Делать байбэк и блинкаут на Рошана. Да, и пытаться убегать на Рошана. И на Рошане продуктивно подраться. Это, в принципе, все, что сейчас необходимо. Через Некрачей, Форгидов, Алакрити. Да, Алакрити уже накастована. Сейчас надо попробовать зайти на хайграунд. Хотя бы вышку похарасить. Ворды у Шадо Шамана также есть. Я начинаю этот спидпуш. Да, АМ у нас будет забегать по миду. Он уже на миде. На него уже кидают дум. А в это время по ботаму идет атака. АМ просто стоит и подумаем, дерется. Рут на нем висит дерево. Морф залетел сюда. И отличный подсейф от Шадоу Демона. А вот теперь-то что с ним вытворять? Посмотри. И остается 140 кп, 120 минус антимаг. 3200 у него есть. Также минус Никс Ассасин. Здесь не должны отпускать. Здесь должны гнаться. Вайпер почему-то остановился. Бьет крипов. Ну, тут все. Тут атака захлебнулась. Здесь треть ранжового барака осталась, но правила ранжового барака здесь не работают. Потому что там есть тренд протектор. Слушай, теперь Рошан под вопросом. АМу надо делать байбэк. Ибо ребята его могут забрать. Могут. Могут забрать. Если сейчас захотят, то могут. И в их интересах, в интересах Минески сейчас максимально быстро отправляться на этого Рошана. Хотя бы, чтобы заставить антимага сделать байбэк. Просто заставить его потратить деньги. Если они этого не сделают. Они как раз иду сейчас в смоке. Если они этого не сделают, то будет беда. Морф там репликейт свой отправил Да-да-да, отправил репликейт Вот он, вайпер летит Бонусный Ну, сейчас, видишь, вроде бы неплохо разобрались С товарищем антимагом Дум, зацепил, вайпер страйк Шадлдемон, скорее всего, здесь погибает Вот вопрос, как спонуть инвокера Там инвокер уже оборонился по полной программе Хотя морф преодолел защиту И морф не смог убить инвокера Тут же не кратчи И пошло у нас выжигание маны Рошанчик по-прежнему стоит Тут у нас нашли, наконец, Шадлдемон Шадлдемон там вообще непонятно, сколько жил И начинают спиливать Рошана Очень не хочет делать бэбэк антимаг Ну, очень не хочет 15 секунд 15 секунд хватит, чтобы Рошана убить Тут с этим ничего не поделать У инвокера есть торнадо Торнадо, хорошо Ну, 8 секунд, но он не успеет Хотя ТП на Т2, может быть Метеор Бестолку этот метеор Бласт, это уже другое дело Подходит Никс, копает Должны быть карапасы Уезжает Никс И делает ТП-аут Забирает Рошана Ну, пытались отжать как можно больше времени Дум БКБ прожал! Очень важный момент Также Дум без БКБ У Дума 8 секундное БКБ Слушай, там инвокера нет 60 секунд Я думаю, ребята будут этим пользоваться Что у него по байбэку? Байбэку у него есть Поэтому выкупаться ему придется А, инвокер там все-таки докастовался Ага Да, докастовался И придется выкупаться Потому что морф вышку забрели Ну, для него это не так критично Как для антимага, в принципе Нет, это критично тем, что Если ты погибнешь еще раз Ты не вернешься в файт Ну, это рейнджовый герой То есть он не такой контактный Как тот же АМ АМ, если неправильно где-то прыгнет То сразу пиши пропало А инвокер же вот так вот так Пооткидывается там что-то Смотри, прыгает у нас сразу же антимаг Зарутали Шива Если дом думает АМ не, шевелись Шевели свою иллюзию Джукинг! Дно! Нет, не хочет он джукать Это минус АМ Или же нет Поцелил шевел демон Да, антимаг у нас отходит У антимага очень большие проблемы И вот минус инвокера И инвокера не будет 80 секунд Это, скорее всего, гуд гейм, Каспер Потому что дефать тут нечем будет без инвокера Прожимать фортификейшн все фуловые На самом деле Иисус мог делать одну простую вещь Постоянно в драке Вместо того, чтобы контролить себя Контролить иллюзию Дум очень часто прожимает Дум Вот просто подходит И сразу же на антимага Клад Ничего таки вставать не будешь Вот морфинг у нас убивает шадоу шамана Прыгает дальше у нас АМ Нападает на Трента Хороший ульт Ты посмотри, там все просто щелкнуло Грейв Как же вовремя Воюет, воюет лейкерс Но должен сейчас, скорее всего, делать байбэк Да, это байбэк от антимага Несут Т4 Минески, кажется, идут к победе Да, морфинг просто неудержим Идет морф дальше Тут же антимаг размножается Ну вот его даже со своим репликейтом повоевать сложно Да, и вроде дамаг их много И хп много Да, прыгает на шадоу демон Сбивает линку, морфу Плевать на то, что он ее сбил Да, тут просто стоит репликейт и месит трон Даже репликейт, а АМ наносит просто тьму кучу Да, его смотри, его просто кайтят Вот он стоит вайпер И показывает, почему он неплох против милишных керри героев Морф бегает вокруг трона И продолжает его нести Это гуд гейм Уэл плейт Минески одержали победу И мид траст Имеют счет теперь 1-1 Ну, мы об этом говорили Слишком затянули игру 45 минут 45 минут 3 керри героя Не контриться Да, да Ну и я уже говорил, что да Одного мили керри героя Очень просто законтрить Особенно учитывая то, что есть там вайпер Как бы там антимаг не джукил, не прыгал, не бегал Но все равно плохо, плохо когда ты один Когда неоткуда ждать помощи Ну вот, Иван, ваши впечатления Вы там сидели с нашими аналитиками Как там? У меня все отлично Мид траст проиграли И я на самом деле удивлен Потому что антимаг Казалось бы Ну, Иисус Ну, Иисус же Ну, и что? Он за троих может играть Ну, вот, а там как раз трое и было Видимо, трое все-таки оказались чуть жестче, чем он один Не, ну... Не, я рад, на самом деле Что победили Минески Вот теперь начинается у нас интрига Главное, чтобы эта интрига теперь не переросла В такое противостояние Когда Оранжи будут изо всех сил пытаться выцепить победу Хотя Оранжам нужна быстрая победа Вот, и поэтому, возможно, что последняя игра нас ждет такая вот Агрессивно... Агрессивная Ну, вот на сколько первая игра была? Кто помнит? Долго Долго, минут 50-55 50 с чем-то Я сейчас даже посмотрю быстренько То есть я даже... На самом деле, я был бы меньше рад победе Мид Траст Потому что тогда бы эти две команды Оранжи и Минески устроили бы, скорее всего, такую терпадоту Да, вот 49 минут, 47 секунд 50 минут шла игра Да, теперь Оранжи по-любому будут брать Какой-то, возможно, пуш Там, агрессию Не, на самом деле, 50 минут это стандартная катка Вот у нас только что была стандартная катка Можно точно так же ее выиграть И не особо заморачиваться по поводу пуша У нас же не было там 25-минутный, там, салатный какой-то матч В принципе, все очень-очень дефолтно У меня слезы на глазах, когда ты говоришь, что 50 минут это уже нормальная такая стандартная катка Нет, я говорю, что можно любую катку более-менее адекватную отыграть за 50 минут То есть не надо никуда спешить Вот мы видим, Морф нанес 22 тысячи с лишним дэмэджа Почти 23, следом идет инвокер 14 тысяч А М всего 12 тысяч урона смог нанести Ну блин, он почти в два раза меньше Морфа нанес, грубо говоря При том, что у него был БФ там Ты видел, что там Морф делал? Он просто приходил и такой Так, вот ты, ты и ты В таверну Все Вопросы есть, а они... Типа, да, пройдет, ну ладно, ладно Типа, только тише пиши Давай, Иисус Давай А ты сюда Вот так вот примерно это выглядело Да, ну, кстати, вот Ненецкий 44 минут Ну да, ну посмотрите на... Сколько... ГПМ у Иисуса Он, походу, не Иисуса Демон он стал в этой игре просто каким-то Какой чертяк этот Чертяк это Ну, Морф с ГПМом 800 это уже очень неплохой показатель Вот он для предикшенов компендиум, друзья Ну, кстати, это, по-моему, самая большая Нетворс с... ГПМ, ты имеешь в виду? Да, да, да Вроде да, я вроде больше пока особо не обращал внимания Но вот 807, кажется, наибольшая Да, у нас был Фантом Лансер от Туши Который там 600 с чем-то набирал еще кто-то Но больше у нас действительно не было И... Блин, а прикольно Нет, реально прикольно Я скажу почему Потому что у нас еще действительно не было ни одного матча Который длился бы там 80 плюс минут И где ГПМы там по 900 Вот эти вот стандартные наги Которые 70 тысяч Нетворс Скоро на ваших экранах Скоро, да Совсем скоро Реклама китайских квалификаций Через 2 дня Вы, кстати, видели, где будут проходить китайские квалификации? Да Супер крутой гостиницы Там просто нереально За сколько ты там... Сколько? 5 миллионов или 50 миллионов Много свободного времени Ненавидишь крипов И бёрнинг Оторвись в отеле Бёрнинг, Жоу Такие... Не, ну Жоу вроде к комментаторам едет Или аналитикам туда Я уже не помню Не знаю, может быть Но вот то есть он... Да, он активно задействован После того, как он закончил свою активную карьеру С киберспортом он не завезал Впрочем, как и Сан Шенги То есть вот эти вот ребята Они тоже понимают Считаешь ГПМ в тысячах? Да, всё так и будет Ладно, у нас следующая игра Начнётся через несколько минут Да, к нашим комментаторам нужно отдохнуть Я тут просто подхожу на пару минут Чего-то типа такой важный Ты можешь сесть в работе? Или нет? Я в работе Я видел, ты там Да, да, да Ну что же Уходим на небольшую рекламную паузу И вернёмся к вам С последним матчем переигровок Оранжи против Минески Ну переключите уже За интернешнл приближается 11 лучших команд планеты В дисциплине Дота 2 Уже получили приглашение на турнир Судьбу последних пяти путёвок Определит онлайн-отборочный этап С участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая И Юго-Восточной Азии Официальные стрим-трансляции Отборочного этапа TI4 В регионе СНГ От студии Starluder и компании Стартуют уже 12 мая Только Дота на 4 стримах Одновременно с лучшей командой Комментаторов и аналитиков Кто уже этим летом Отправится в Сиэтл За миллионом долларов Ищи ответ на TI4.starluder.tv Повторы всех игр Смотри на ютуб-канале Дота СЛТВ